В этом видео не будет каких-то горячих фактов, разоблачений, фамилий и имен. Я, Курочкин Сергей Сергеевич, в настоящее время являюсь старшим инспектором дежурным оперативно-дежурной службы ИУСКО РОВД. В недавнем прошлом был начальником подразделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми криминальной милиции ЛИСКО РОВД. Почему в прошлом? Потому что мне пришлось самому принять решение перейти на нижестоящую должность, хотя и это, хотя даже и это пришлось сделать с трудом. Не просто так все это было. Главное, почему я ухожу из милиции. До недавнего времени я был просто уверен в том, что если ты законопослушный человек, то со стороны милиции тебе ничего не угрожает. Однако в августе 2020 года я понял, что это не так. 11 августа 2020 года без вести пропал мой двоюродный брат. Поразили обстоятельства, которые были выяснены нами, как все это произошло. Несмотря на то, что я сам являюсь действующим сотрудником милиции, обладая некоторыми навыками проведения оперативно-розыскных мероприятий, обладая некоторыми связями, все равно мне не удалось установить местонахождение своего брата. Через двое суток было установлено, что он находился в центре изоляции правонарушителей на Окрестино в городе Минска. По обстоятельствам он был задержан вечером 11 августа в одном из магазинов города Минска вместе со своим приятелем. Человек просто находился в магазине, стоял на кассе. Однако мои коллеги его задержали и, как потом стало установлено, доставили в ЦИП на Окрестино. Находясь в ЦИПе, мой брат подвергался пыткам и издевательствам. Его там избивали. И с его слов, когда уже все это закончилось и прошло, он даже сказал, что ему еще в чем-то повезло. Не могу понять только в чем. Наверное, в том, что его не убили и телесные повреждения не сильно тяжкие. Теперь, почему я делаю это публично. Во-первых, я хочу проявить, показать свою гражданскую позицию. Во-вторых, хочу избежать инсинуаций, точно таких же, которые были связаны с моим переводом на нижестоящую должность. А также хочу поддержать своих коллег, которые либо сделали свой выбор, либо находятся на грани. В настоящее время происходит информационная война, в результате которой простых людей и милицию сталкивают лбами. На это смотреть не то, что неприятно, противно и уже даже невыносимо. Сейчас я понимаю, что мне просто повезло, что с 9 августа я находился в регионе, в котором преступных приказов не отдавалось. Однако, я не уверен, что этот приказ не будет отдан сегодня или завтра. Я понимаю о возможных последствиях моих действий. У меня, как и у многих, есть семья, есть дети, есть супруга, которая, кстати, вероятнее всего, тоже после всего этого останется без работы. У меня есть кредиты, которые необходимо выплачивать. Я буду обязан выплатить большую сумму денег за то, что не отбыл до конца контракт. Но совесть не купишь. Я рад, что меня поддерживает моя семья, мои родные и близкие. Я не собираюсь опускать руки и плыть по течению. Заработаем!